Видите, прицеливаются к моей двери. А вообще здорово, вот вы такие сидите, читаете. Переносится всё это дело, конечно, легче, но... Так, ребят, всем привет! В этом видео вы увидите, как я борюсь со своей болезнью, какие побочные эффекты. Новая рубрика будет на канале, да, иногда я буду снимать такие видео, если кому не нравится, можете выключать. Я буду... После того, как я насмотрелась роликов после Элла из Австралии, мне тоже интересно, что же выбрасывают у нас люди. Раньше я как-то не присматривалась, но смотрю, иногда люди выбросят, и там стоит прям, как коршуны набегают люди, прям разбирают, хватают, видимо, потом всё это ремонтируют и дают как бы мебели новую жизнь, да. Вот так что сегодня я пройдусь недалеко от моего дома, пройдусь, посмотрим, что выбрасывают у нас. Это я просто иду к морю, чтобы рассказать вам про своё самочувствие и всё такое, да, и снимаю дорогу к морю, то есть мусорники, которые попадаются мне по пути. И посмотрим, может быть, найдём с вами так когда-нибудь тоже что-нибудь интересное, какую-нибудь эксклюзивную шкатулочку. Мечты, мечты, ребят. Не знаю, где у нас в Латвии можно так поковыряться, наверное, негде, потому что смотрела Фалькона Наташа, она брала интервью, как я уже говорила, у Элла, да, и в Америке, она говорит, тоже уже больше такого нету. Раньше было такое в Германии, раз в месяц или раз в квартал, были определённые, определённое время, когда вывозили крупногабаритную мебель, то есть все знали в каждом районе по-своему, разные даты, все знали, что вот сегодня день такой, субботник, не субботник, ну, когда ты можешь выбросить всё, что тебе не надо, да, поставить просто возле дома. Раньше было так, что в Германии люди шли, забирали, там довольно-таки хорошие вещи были. У нас я пока что такого не замечала или просто не присматривалась. Так вот, сегодня я решила присмотреться и посмотреть, а что же выбрасывают у нас в Латвии? Да? Как-то так. Всем приятного просмотра и отнеситесь, пожалуйста, с юмором, с пониманием к моему видео, к моему новому формату, потому что иногда нет-нет, он будет. Короче, ребят, насмотрелась я Элу из Австралии, решила посмотреть, а что же у нас выбрасывают возле мусорников. Я, конечно, открывать не буду, потому что я без перчаток, но вот здесь такая эксклюзивная, раритетная тумбочка, вешалочка, пойдёмте дальше. Ну что, вы сейчас смеётесь там, наверное, вот если найдётся какой-нибудь суперпрофессионал, он бы быстренько эту полочку в порядок привёл, и она бы ещё пожила. Ну, здесь вот такая картина. Там, смотрите, тоже телевизор разобрали уже. В общем, такая картина у нас часто встречается по Каугарю. Ковыряться мы с вами не будем, хотя здесь тоже могут быть эксклюзивные вещи. Там, не знаю, Дольче Кабана и всё такое. Но ковыряться что-то не хочу. Вот в Австралии, наверное, бы я тоже походила по этим барахолкам. Да не по барахолкам, там иногда такое выбросят, что я всё даже купить не могу позволить. Возле этих мусорников сегодня, на удивление, очень чисто, хотя здесь тоже постоянно всего. Вот, смотрите, может быть, кому-то дверь нужна. Коляска эксклюзивная. Кстати, тоже фирма хорошая, посмотрите. Я часто такую фирму встречаю. Тут всё не чистенько, аккуратненько, даже как-то неожиданно. Так, ребят, как видите, я уже опоздала. Уже основное всё вывезли сегодня. Вот, нашла только такое эксклюзивное кресло. Сколько такое может стоить, как вы думаете? И диванчик, который тоже можно собрать, я думаю. Я вышла в неподходящий момент сегодня. Я так понимаю, вывозили мусор, поэтому всё забрали, всё самое крутое, самое эксклюзивное вывезли. Многие сейчас подумают, о, по мусоркам ходят. На самом деле, я иду просто мимо. Я иду на море, иду, и мне встречается такая картина. Я вам показала. Видите, когда нечего снимать, просто вышла и решила показать. Вот посмотрела Эллу, решила показать, что у нас возле мусорников. Лидл сегодня отменяется, так как в магазине, я так понимаю, мне идти нельзя, но и не очень хочется, потому что не хочется делиться своей простудой. Поэтому вот, иду на море, смотрю, мне срочно надо было выйти на воздух, потому что дома находиться невозможно. Иду сегодня одна, потому что у ребёнка пока ещё, у младшего пока ещё нет желания. Хотя сегодня первый день, когда у меня ни у него нет температуры. Вот. У ребёнка была температура 38 и с копеечками. У меня один день, один вечер даже, точнее, была температура 39 с копейками. После этого 37, 37,2, 37,5. Такая мелкая, но такая самая противная. Вот. Смотрите, сколько машин. Все приехали на пляж. Главный выход на пляж. Видите, прошла совсем немножко, а вот поужинала и всё. Иду, задыхаюсь. Тяжело. Называется, два дня пролежала. Пролежала, протемпературила. Теперь вот срочно заставила себя, надо выйти, надо куда-то срочно выйти. потому что иначе я чувствую, как спасательный круг растёт. Ноги еле шевелятся, надо срочно брать себя в руки обратно, потому что я не знаю, что это за дебильная простуда такая, при которой хочется кушать. но всё равно, я считаю, молодец. Видите, собралась и пошла. Вот, недавно показывала, как тут всё разрушили. Смотрите, сейчас тут чистенько, прибрали. Пустая поляна, как будто ничего и не было. Вот, что-то буду строить, наверное, дом. цены на мороженое. Попить бутылочка евро 20. Ещё тут появилось, в прошлом году не было, появилось мороженое из аппарата. Ёлочка красивая. Так что, взяла вас, как всегда, с собой. Думаю, что дома сидеть, надо срочно с вами прогуляться. Видите, как выходишь к морю, тут, конечно, всё культурно, всё красивенько. Не то, что во дворах. И видите, главное отличие Австралии и Каугури, это то, что у нас этот мусор выносят когда захотят и сколько захотят. А в Австралии, так понимаю, это какие-то дни. Аккуратненько возле дома поставят всё. Вот. У нас это постоянно. Сегодня ещё более-менее чистенько, я говорю, потому что вывоз мусора был. Крупногабаритный мусор тоже сегодня вывозили, я так понимаю. Вот, видите, смотровые стульчики или как их назвать, да, спасатели сидят, смотрят. на всякий случай на готове лодка. Так, вам второй стульчик. Подключила наушники, хочу посмотреть, как будет звучать. Слишком сильно будет то, что море, звук, шум, волн, ветер мне навстречу. Вот, хочется попробовать заодно наушники. Иду гуляючи, сбрасываю свои набранные граммы за сегодня. Кстати, я сегодня всё кушала, как говорила, с красным перцем, поэтому надеюсь, что не так сильно много доела. Но, я говорю, две тарелки супа навернула. Я не знаю, что это за болезнь такая, что так сильно хочется кушать. Вот. Видите, как всегда, после дождя у нас ходят с металлоискателем, надеются найти какой-нибудь клад. Я выходила, было всё темно. Думала, сейчас выйду на море, посмотрю и побегу домой. Но нет, тут вроде нормально. Туча, видеть, какая огромная? Сейчас опять мне напишут, да какая же ты туча, господи, ты что туча не видела? Но, из окна был вид, конечно, что было всё темно. И, тем более, недавно прошёл ливень такой хорошенький. Поэтому, да, туча. Видите, кто-то ищет клад металлоискателем, кто-то пытается найти возле мусорника, да? Вот. И хотела ещё ответить на такой комментарий. Я не считаю, что он плохой, это просто как несколько замечаний уже было мне, да? Это я не считаю, что они плохие, не обижаюсь и ни в коем случае не хочу обидеть человека. Вот. Поэтому сейчас люди иногда пишут, а не хотела бы ты себе зубы выпрямить? А не хотела бы ты покраситься, да, по-другому? Предлагают, как? А не хотела бы ты схуднуть ещё немножко? Ребят, хотела бы и очень сильно. А для людей, которые хотят сделать мне выпрямить зубы, может, брови там, не знаю. Я для этого дела открою донат и все желающие смогут спокойно скидывать, а я буду улучшать себя и буду только вас радовать. Присела на минутку, чтобы нормально с вами поговорить. Так вот, я не знаю, что это за болезнь такая, что с ней только наедаешь и наедаешь. Ребят, реально, две тарелки супа навернула, сейчас ели еду. Просто что-то невозможное. Хочется есть, еда заканчивается, в магазин не сходить, поэтому сейчас я заказала Барбору на завтра, это служба доставки продуктов, да, нам завтра привезут домой, будем опять съесть, вот. Поэтому срочно хочу на работу, срочно хочу какой-то кипиш, куда-то выйти, что-то поделать. Не могу я так долго дома сидеть. Сегодня уже четвертый день, как я дома. Вроде бы отпуск, и не отпуск, никуда не съездить, никуда не сходить, да, ни к друзьям, ничего, да, вот просто сидишь как дебил дома и все, лечишься. Вот, а так я хотела съездить к родителям Белоруссии, видите, как накрылись мои все планы медным тазиком. переносится все это дело, конечно, легче, но все равно неприятно, да, все равно есть температура, все равно эти ломки в мышцах, тяжелые ноги, в общем, все равно неприятные ощущения, честно вам скажу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, у меня есть одна такая мечта небольшая, но очень хочется. Я думаю, что завтра, послезавтра я ее осуществлю. Сейчас вам покажу. Так вот, я мечтаю взять на море с собой стульчик или вот прийти на скамеечку, сесть вот с таким видом, главное, чтобы было поспокойнее немножко, не так холодно, не жарко, в общем, найти идеальную погоду, наверное, это рано утром, прийти, сесть, взять свою любимую книгу и почитать, и насладиться этим моментом. Сейчас я очень сильно жалею, что не взяла с собой книгу, но одна книга у меня есть в телефоне, возможно, сейчас и почитаю немножко, все-таки очень хочется релакснуть, особенно в такое время, в эту дурацкую простуду, не знаю, чем себя занять. Кстати, я вам показывала мусорничек такой, ой, мусорничек, говорю, я вам показывала, уже мусорничка, кресло стояло, да, может быть, его сюда притащить, даже не знаю. А вообще здорово, вот вы такие сидите, читаете, никого вокруг нет, вообще никого-никого, только спортсмены пробегут, и все, и вот такая красота. Класс. Класс. Если что, извиняйте меня за звук, потому что здесь такие волны, такой шум, такой ветер, что мне пришлось подключить наушники. Но интересно, как будет лучше, с ними или без. И вот сейчас я без наушников. Как слышно? О, я знаете, что сейчас пока досела, вспомнила одну ситуацию, вспомнила, как я любила со своей племянницей, как я любила с ней загорать, когда мы жили в частном доме. И вот сейчас что-то того же захотелось, взять какое-нибудь одеяльце, подушку, взять где-нибудь кроватку поставить и лежать, кайфовать. Так вот, мы с ней забирались на гараж, брали с собой подушки, одеяло и спали. Так классно было. Летом, конечно же. Я поняла, что с наушниками получше будет, да? Ну, вот то, что я сейчас записываю, если я все это прослушаю в наушниках, я слышу какой-то шум и гам, да? гул какой-то. А если без наушников слушаю, то нормально. Ладно, нельзя мне так долго на улице быть, все-таки температурка была, да? Поэтому надо как-то двигаться уже в сторону дома. Полчасика прогулялась и достаточно. Хотела еще рассказать про этот ковид, не ковид, про эту простуду, что, да, действительно, сейчас это все проходит намного легче, никаких хрипов особых нету, а раньше были. Я имею в виду, когда я болела первый раз, были хрипы, был дикий кашель, было что-то вроде ангины, да? То в этот раз только температура, насморок и вообще общее такое недомогание, да? Ломки какие-то, мышцы болят, ну, в общем, ааа! Да, чуть ноги не намосила. Вот такая вот история. Так что сейчас это все проходит намного легче. Если бы довольно сильный насморк у детей, температура, да вообще было бы классно. Вот видите, про что я говорю? Ищут сокровища. Вон у нас дедушки тут гуляют, загорают, хотя на улице не жарко. не жарко в том плане, что ветерочек, да, такой неприятненький, но видите, в куртках люди сидят, поэтому куртки с зонтами, куртки с зонтами, все ждут дождя. Так что вот такое видео у меня сегодня получается, вытащила вас тоже на море, что невозможно. Вот я сейчас прошла немного, да? Сколько? Полчасика, да, как я говорю? и чувствую себя уже намного лучше. Так что срочно надо выбираться в любом состоянии. Ходить, гулять, дышать. Вы не замечали, что когда вы наевшись, да, когда вы сильно наелись, вам кажется, что вы толстая везде. Сразу штаны не налазят почему-то. Мне кажется, сразу, что толстая, толстая. Ой, куда-то я завернула. Вон, к этим птичкам хотела пройтись. Так, ну что, все, уже буду выходить. Выходим, потому что слишком долго я уже гуляю. И да, кстати, два дня я уже лежу, не два, наверное, полтора дня. Я пролежала на диване и просмотрела, проревелась, посмотрела эти реальные пацаны. Не знаю, смотрели, не смотрели, по-моему, уже когда-то рассказывала про них. реальные пацаны, которые помогают. Как начнут бабушкам помогать. Все, я от радости просто реву, сижу. В общем, вот этим, таким делом я сейчас занимаюсь. Сижу, смотрю ролики и радуюсь за людей. Так, и еще, еще хочу посмотреть какой-нибудь сегодня фильм. Может быть, вы, кстати, посоветуете мне в комментариях какой-нибудь хороший фильм, а я вам на это покажу и расскажу, какой фильм нравится мне, какие фильмы я смотрю. Так что, давайте, если вам не трудно, посоветуйте мне каких-нибудь классных фильмов. Так что, мне еще сидеть и сидеть дома, наверное, дня три точно. Говорю, реальные пацаны, когда там слово пацана. Слово пацана. Кто знает, сегодня я эти мусорники снимаю, показываю, что у вас за мусорников, да, а читаю комментарии, что люди пишут, что, ну, не мне пишут, что вообще, то, что скоро будем ковыряться в них, будем находить себе одежду, еду с нашими счетами, да, поэтому пока что только вот снимаю, присматриваюсь, ищу где лучше ковыряться. Насколько я помню, когда мы делали ремонт, мы звонили в дом управления и говорили, то, что у нас будет крупногабаритный мусор, да, ну, когда мы диваны, там что-то выбрасывали, мы предупреждали, что приедьте или с дополнительной машины, или с машины побольше, или рассчитывайте, что будет, будет много мусора, вот, и я так понимаю, что нам на квартиру раз в год можно. Иду уже, задыхаюсь, борщ не дает мне покоя все-таки, наварила называется. Иду к очередному мусорнику и чувствую, у меня там конкурент, вот что мне с ним делать, куда мне его, не дает мне поснимать. Видите, приценивается к моей двери. Кстати, ну а что, я знаю людей, которые занимаются реставрацией, которые реставрируют старую мебель и получается просто красотища. Все, к сожалению, дверь мне не удастся заснять, потому что, кажется, она уходит, ее уносят. Все, так что клиент нашелся, здесь мы снимать больше не будем. Нет, там снимают только ручки, так что дверь еще есть шанс. Если кому нужна, приходите. Как говорится, в большой семье не щелкает, да? Кто первый встал, того и тапки. Так вот, ручка симпатичная была, но, к сожалению, точнее, даже сама дверь неплохая, наверное. Я такой профессионал уже. Ну и здесь тоже, смотрите, уже начали ковыряться без меня. И, кстати, вот эти вот заразы, вот эти вот, они сейчас вот это все разнесут по всей, просто, по всему Каугури. Так, ну здесь мы видим какую-то штучку для телефона. Нет, наверное, это сигарета и ротор. Наверное, он уже не рабочий. Вот эти вот, вот эти хулиганчики. Сейчас вот это все через полчаса будет просто по всем дорогам здесь. вот, кому нужно. Стульчик, красота. Короче, нельзя мне такие видео смотреть, а то я вот уже на ковер засматриваюсь. Все, нельзя. Нельзя мне смотреть Элла из Австралии. Иначе тоже хочется поковыряться, а у нас такого ничего нету. Вот такой вот новый формат видео. Надеюсь, вы отнесетесь к нему с юмором. Видите, у нас еще сохранились вот такие вот, то, что во дворах белье сушат, да? Не везде такое встреча, но бывает. Бывает, вот бабушки даже натягивают веревки. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока!